Алексей Алексеевич, поговорим о перестановке кроватей в российском правительстве и в окружении Владимира Путина. Это хорошее начало, потому что история про перестановку кровати – это из одного малоприличного анекдота, про то, как пытались устроить перестройку в борделе. Это еще о советских времен, времен Горбачевской перестройки, когда уборщица этим самым перестройщим говорит, вот вы знаете, в этом помещении раньше дом терпимости находился. Так вот, владелец этого дома терпимости, когда девочки начинали плохо работать, их выгоняла и набирала новых, а не переставляла кровати. Ну вот, понимаете, действительно, никого там нового не появилось. Все те же самые, только местами поменялись. Да. Хотя в этом, конечно, есть определенные… Ну, послушайте, кому-то, может быть, эта шутка не понравится, а мне она очень понравилась, честно вам скажу. Кто-то написал, что только рожавшая женщина может понять, как было больно секретарю Совета Безопасности Николаю Патрушеву узнать, что он больше не секретарь Совета Безопасности, а помощник президента по кораблестроению. Думаете, сильно больно было? Ну, я думаю, что это такое унижение, вот с точки зрения аппаратного веса. Понимаете, ведь он, по-моему, это связано еще и с тем, что он какое-то отношение в свое время имел к кораблестроению. То ли учился в кораблестроительном техникуме, то ли какое-то соответствующее профильное образование позже получал. Ну, в общем, что-то у него было в жизни, связанное с кораблестроением. Ну, это, в общем, как бы... Ну, то есть, теперь все уничтожения кораблей Черноморского флота и поражения Черноморского флота Российской Федерации теперь лягут на плечи господина Патрушева, по большому это счет. Ох уж не знаю, что там ляжет его на плечи. Друзья, послушайте, мы многого не знаем, а может быть, он просто устал и решил уйти, а ему сказали, не надо уходить, Николай Платоныч. Давайте вы все-таки побудете здесь, рядышком. Нет, правда, был период, когда Москва полнилась слухами о том, что Патрушев тяжело болен. Было это, наверное, лет 15 тому назад. Вот примерно тогда, когда он ушел с поста директора ФСБ. Вот примерно в те времена говорилось, что вот Патрушев уходит, потому что у него проблемы со здоровьем. И вот его назначение на пост секретаря Совета Безопасности – это просто такая синякура. Кстати, я всем рекомендую просто открыть Википедию и посмотреть, какое количество было за всю постсоветскую историю этих самых секретарей Совета Безопасности. Я начал смотреть, и я обнаружил, что я некоторых даже не помню. Там кто только не сидел в этом кресле. И практически всегда Совет Безопасности – это орган, полномочия которого, структура которого в Конституции не прописана. Там просто упоминается, что есть такой орган, и президент назначает секретаря Совета Безопасности. Это отстойник такой, по большому-то счету. В том-то и дело, что были разные периоды в истории России. Были периоды, когда Совет Безопасности какую-то роль пытался играть, или более того, президенты, а их было всего три в российской истории, точнее, два с половиной. Был Ельцин, был Путин, ну и вот был недопрезидент Дмитрий Медведев. Ну вот разные были периоды. Был период, когда Ельцин, например, всерьез относился к Совету Безопасности, и посадив туда был такой Юрий Скоков, давно покойный. Популярный политик конца 80-х, начала 90-х годов. Из таких вот красных директоров, но просвещенных, скажем так, красных директоров, он возглавлял некое оборонное предприятие, крупное в Москве, занимавшееся там производством, уж не помню чего, по-моему, какой-то электроники военного назначения. И в какой-то момент он пошел в политику, и, скажем так, Ельцин держал его как некий балансир, как человека, который как засадный полк. И в любой момент может выбежать из этого, выбежать из этой засады, выскочить и начать играть какую-то самостоятельную роль. Причем Ельцин об этом даже в какой-то момент открыто говорил. Просто открыто говорил, да, вот у меня есть Скоков, и я его держу про запас, и в случае чего там он готовый премьер-министр. А теперь у Путина есть Шойгу, секретарь Савдеза. Он стоит в Шойгу, и бог его знает, как относиться к пребыванию Шойгу во главе этого самого секретариата Совета Безопасности. Ну, во всяком случае, он поехал с Путиным в Китай. На Сматриной. Там все были. Там очень большая была российская делегация, кого там только не было. Но вот мы увидели опять Шойгу в цивильном платье. Наконец-то. Уже без погон. Сидел, кстати, по левую руку. По правой был Лавров, по левую сидел Шойгу. Это великий знак, вы знаете. Великий, да. Великий знак. Понимаете, вот кто-то ж пошутил, что Путин тоже когда-то был секретарем Совета Безопасности, между прочим. Да, но он при этом был директором ФСБ. Да, но вот, а не означает ли назначение Шойгу секретарем Совета Безопасности то, что Путин видит в нем преемника? А, кстати, Шойгу, он же многое знает. Ходил там, ездил с Путиным, грибы собирал, к шаманам вместе они ездили, навещали их. Он же многое знает. Вам не кажется, что есть такая вероятность, что, быть может, он как-то, не знаю, узнает, что такое сердечный приступ случайно на работе где-то там в кабинетах Совбеза? Ну, вы знаете, в России, возможно, все. Я не думаю, что он много знает, под право слово. Мне кажется, что Путин в силу своей первой профессии замечательно умеет вести пустопорожные разговоры даже со своими приближенными собеседниками, из которых они ничего понять не могут. Вот вы знаете, мне в свое время, я имел сомнительное удовольствие несколько часов общаться с Владимиром Путиным. Это было во время событий, связанных с, скажем так, борьбой за телекомпанию НТВ. В январе 2001 года я с несколькими моими коллегами, журналистами НТВ, был на известной встрече с Владимиром Путиным. Я вас могу заверить в том, что он очень мало чего сказал. Из того, что он сказал тогда, ничего понять было невозможно, что он собирается делать в будущем. Было понятно, что ничего хорошего он делать не собирается, но что именно плохого понять было очень трудно. И я предполагаю, что он мастер ведения вот таких вот переговоров и разговоров, когда вот такая вот словесная вязь. Я сейчас пару минуточек вам расскажу про историю Украины, да? Да-да. Я вам сейчас на пару минуточек расскажу про свои планы на будущее, про свою кадровую политику на ближайшие десятилетия. Боюсь, что Шойгу, даже будучи там по его левую или по его правую руку, очень приблизительно себе представляет, что на самом деле собирается делать Путин. Ну вот смотрите, вот эта вот история с Патрушевым, да? Да, вызвавшая просто... А с Дюмином, вот смотрите, вот... Кстати, Дюмин это будущий преемник? Я хочу вас вот о чем спросить, потому что бывший адъютант Путина, который когда-то помогал Пригожину, до конца говорил, что Пригожин Евгений, покойный, не предатель, который, которому дали Тульскую область, так, в качестве эксперимента на проверку, теперь ему передали Госсовет, непонятная тоже структура, чем она будет дышать, передали ему ВПК, оборонку российскую. Что это все означает? Он преемник или он... Кто он вообще сейчас в системе координат Путина? Ой, вы знаете, я не готов с уверенностью говорить о том, кто он сейчас в системе координат Путина. Мы это поймем спустя какое-то время. Он может быть преемником, на ваш взгляд? Я думаю, что Путин сейчас не думает о преемнице. Я думаю, что Путин сейчас видит себя у власти в России до конца дней своих. Как сказал Кирилл, до конца века. До конца его века. Или российского. Отведенного ему времени, да? Я полагаю, что Путин сейчас на эту тему вообще не размышляет. Почему он Дюмина убрал с должности губернатора и приблизил к себе в качестве помощника? Ну, смотрите. Губернатор — это все-таки человек, у которого есть огромный аппарат. Целое правительство под ним, области. Причем не последней области. Не какой-то там территории, затерянной в далекой Сибири, области, которая граничит с Московской, где сосредоточено большое количество предприятий ВПК. Тула — это, как мы знаем, город оружейников. Именно там и автоматы Калашникова делают, и не только автоматы Калашникова. Там же находится тульская дивизия, расквартированная. ВДВ — одна из элитных дивизий российской армии. Я не знаю, что, правда, от нее сейчас осталось после жестоких боев более двух лет продолжающихся в Украине. Может, там рожки да ножки, на самом деле, остались от этой знаменитой тульской дивизии. Но факт тот, что в некотором... Понятно, что дивизия губернатору не подчиняется, да? Но это зависит от конкретных раскладов. Сегодня не подчиняется, а в какой-то другой ситуации может и подчиниться. То есть это условная защита от второго Пригошина, что в следующий раз может пропустить на Москву. Смотрите, должность губернатора такой области, как Тульская, это очень серьезная база для самостоятельной власти. То есть Путин испугался Дюмина? Вполне вероятно, он решил, что чего-то лучше его иметь поближе к себе. Нет, понятно, что помощник президента имеет своих помощников. Наверняка у него появится там какой-то свой аппарат, но это не правительство области. И кроме того, вот он сидеть будет где-нибудь в Кремле. Ну, может быть, на старой площади в здании администрации, в комплексе здания администрации президента. А может быть, только в Кремле у него будет свой офис. Но, во всяком случае, он будет в большей степени под присмотром. Евгений Алексеевич. И работать будет конкретно на Путина, понимаете? А не на себя. Да, а там он работает на себя, на область. Не так много времени остаётся до конца эльфира. Белоусов. Назначение его министром обороны вместо Шойгу. Вице-премьера, до этого человека, который всегда был при Путине, отвечал за экономику. Ну, не всегда, но долгие-долгие годы. Это что? Какой это сигнал? О том, что война масштабируется и война надолго? Как это воспринимать всё? Ой, вы знаете, по поводу Белоусова очень много разных версий. Говорят, он близок к Дерипаске, кстати. Или Дерипаска к Белоусову. Или Дерипаска к Белоусову, да. Нет, послушайте. Значит, что мы точно можем сказать про Белоусова? Мы точно можем сказать, что этот человек, во-первых, весьма профессиональный. Грамотный, получивший очень хорошее образование. Я, кстати, написал даже пост в Фейсбуке, обратил внимание моих подписчиков на то, что когда-то Белоусов учился в знаменитой московской второй школе. Была в Москве такая, в далёкие брежневские времена была такая вот вторая физико-математическая школа, которая была репутацией такого вот вольнодумного учебного заведения для продвинутых молодых людей, для особо талантливых, прежде всего, в области физики и математики подростков. И её зачищали ещё когда-то, да? Да, да, да. Ну, там зачищали её просто потому, что помимо блестящей подготовки по физике и математике, которая давала эта школа, её выпускники легко поступали, сдав экзамены на одни пятёрки в любой тогдашний самый престижный технический вуз, на МИХМАТ, на физфак, в МФТИ, в МИФИ, назовите, куда хотите поступать. Вторая школа практически гарантировала вам вот великолепный старт этой карьеры, да? Но там ещё был вольнодумный директор, который собрал вокруг себя ещё и вольнодумных преподавателей гуманитарных дисциплин, литературы, истории, географии и так далее. И вот это не вписалось в тогдашнюю советскую действительность, после того, как кто-то из преподавателей то ли истории, то ли литературы стал лишнее говорить и рассказывать ученикам, сразу полетели доносы в разные станции, ну и, короче говоря, и директора уволили, и вот этих преподавателей уволили, и, что называется, чистку, зачистку устроили в этой школе. Но, тем не менее, она продолжала ещё какое-то время давать блестящее математическое образование, и вот Белоусов его получил. Он работал затем в Центральном экономико-математическом институте, который тоже был такой кузницей кадров будущих реформаторов, экономических реформаторов 90-х годов. Там и Гайдар, и кто там только не работал, и Гайдар, и вот Сергей Алексашенко имел отношение к этому центральному экономико-математическому институту, ЦЭМИ, там была плеяда блестящих учёных, которые понимали, что советскую экономику терпит крах, и срочно нужно её переводить на современные финансовые монетарные рейлисы. Ну и сейчас Белоусов в Министерстве обороны. Сейчас Белоусов в Министерстве обороны, и, конечно же, в Министерстве обороны он, потому что он понимает, как устроена экономика, и брошен туда для того, чтобы переводить экономику страны на военные рельсы. И, ну, понимаете, очень многое зависит от объёма его реальных полновочий, от того, какова будет его роль в так называемой военно-промышленной, военно-технической комиссии, которая существует в рамках правительственного аппарата. Каковы будут его отношения с Мантуровым, который, по сути дела, является тем человеком, который в правительстве у Мишустина отвечает за оборонку? И с шефом Мантурова Чемизовым, который отвечает за оборонку? С Мантурова Чемизовым и с самим Мишустиным. Это всё ещё нам предстоит узнать и понять. Вполне вероятно, что он окажется проходной фигурой. Я такого тоже не исключаю. Ему Путин благоволил, Путину Белоустав явно нравился. Он не вписался по каким-то причинам в структуру нынешнего правительства. Вполне вероятно, что там есть столкновение разных подходов. Потому что у Белоусова такой вот кенсианский подход – завалить экономику деньгами. А есть, как я предполагаю, и другие подходы. И в Минфине у Силуанова, и в Центробанке у Набиулиной. И вполне вероятно, что ещё неизвестно, какой подход в Истоке восторжествует. В общем, ковёрная борьба не заканчивается. Нет, отнюдь. Я думаю, что вся борьба только впереди. И ещё раз подчёркиваю, очень важно будет посмотреть, кто реально будет править балл в этой самой военно-технической комиссии. Друзья, спасибо большое, что всё это время были с нами. Подписывайтесь на все наши YouTube-площадки. Дмитрий Гордон, гостях у Гордона, YouTube-канала Евгений Киселёв. Пожалуйста, подпишитесь, не забудьте. Обязательно оставляйте как можно больше лайков и комментариев под наши беседы. И, конечно же, кликайте на все возможные колокольчики для получения дальнейших уведомлений о наших и о видео Евгения Киселёва на его YouTube-площадке. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Спасибо вам большое. Я только присоединяюсь к тому, что сказал Александр Демченко. Подписывайтесь на все каналы Гордона, ставьте лайки, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Ну и не забывайте, что и на мой канал тоже нужно подписаться, если вы на него ещё не подписаны. И поздравляйте Александра Усика. До новых встреч. Поздравляйте Александра Усика. И будем скоро болеть за сборную Украины на чемпионате Европы по футболу. Пока. Пока.